В китайской столице состоялась мировая премьера российского фильма «Я учитель». Эта картина участвует в конкурсе 6-го Пекинского международного кинофестиваля. Ее режиссер Сергей Макрицкий уже стал любимцем этого киносмотра. Год назад его битва за Севастополь была удостоена в Пекине награды в номинации «Лучшая женская роль». Приз получила Юлия Персильд. Новый фильм вместе с режиссером представил продюсер и исполнитель главной роли Александр Ковтунец. Накануне премьеры с ним встретился наш корреспондент Артур Валеев. «Лауши» — это первое китайское слово, которое Александр Ковтунец выучил во время прогулки по пекинскому парку Шичахай. Два иероглифа, написанные кистью прямо на асфальте, означают «учителя». Под руководством 80-летнего мастера каллиграфии Александр старательно выводил сложные знаки. Теперь китайским журналистам профессию своего героя он сможет назвать без переводчика. Я учитель. Это моя задача — учить детей. Власть меняется, а я остаюсь. Герой фильма «Я учитель» отчаянно не хочет быть героем. Оставаться в стороне от великих событий у него получалось при царе и большевиках, даже когда родную деревню заняли фашисты. Однако война врывается в дом вместе со стекающим кровью красноармейцам, отбирает любимую женщину и зовет в последний бой за душу приемного сына. Учитель до последнего цепляется за жизнь, но в ней, как назло, постоянно находится место для поздника. Не может учитель спасти ни ученика, ни пасынка, пока он не спасся сам. До тех пор, пока он сам не принимает решения, он не может помочь другому. Вот он пытается учить других, не определившись сам. И это самое страшное. Дырку в боку, видишь? Ты идешь на смерть за самое свое святое. За бабу. Пекинский фестиваль молодой, но у него уже есть свои традиции. Так, в конкурсной программе фестиваля обязательно участвуют фильмы из России. На этот раз даже установлен своеобразный рекорд, достойный книги Гиннеса. Два года подряд за награды фестиваля борется один и тот же режиссер Сергей Макритский. По словам Макритского, повторное приглашение в Пекин он сначала принял за розыгрыш. После масштабного кино про женщину-снайпера, которое уничтожило три сотни фашистов, он не рассчитывал, что драма человека, который совсем не хочет воевать, привлечет внимание престижного киносмотра. Я люблю этот фестиваль. Мне нравится его размах, мне нравится организация, мне нравится то уважение к творцам, которые здесь оказывают на каждом шагу. И самое главное, народ, который смотрит, китайский народ, вот это хороший зритель, он очень тепло воспринимает фильм. Фильм глубоко и тонко отражает психологический процесс превращения простого человека в солдата. Образ такого героя, конечно, основан на российской литературе. Был выбран маленький человек, который напоминает чеховских героев. Они как раз такие, как этот учитель. Именно поэтому мне понравился этот фильм. Он дает возможность китайцам лучше понять, как живут русские люди и что они чувствуют. Мне вчера Пал Андрей сделал предложение. Это фильм о войне, но события 70-летней давности – страшный фон для истории любви мужчины к женщине. А еще они задачили ему отчими, который симпатию пасынка забоевать может только поступком. Но на это у учителя нет ни мужества, ни желания. Он пытается приспособиться к новым условиям жизни, как это делали миллионы советских людей в оккупации. А потом в освобожденной стране полуголодный и раздет. Бабушка после войны моей маме пошила платье из немецкой плащ-палатки. И в этом платье мама училась в Бердичеве в пединституте. И выучилась на учитель русского языка и литературы. Но выкройка так получилась, что у нее под правой подмышкой получилась свастика. И мама никогда не могла поднять правую руку. И на долгие годы эта привычка осталась. Она все время писала вот так на доске. Она боялась оторвать, потому что она стала бы видна эта свастика. О такой стороне войны знают немногие. Но даже в большом современном мегаполисе, уверены авторы, фильм «Я учитель» зрители поймут и примут. Масштабы событий меняются, но человеческие драмы и поступки остаются прежними. Изучением китайской специфики Сергей Макритский занялся в перерыве между встречами и интервью. Пекинцы охотно позировали любознательному режиссеру. Возможно, этот поход с фотоаппаратом даст материал для новой истории. Артур Валеев, Лиджитянь, Лида, Си-Си-Ти-Ви. Артур Валеев, Лиджитянь, Лида, Си-Си-Ти-Ви. Продолжение следует...